В другим темам торжество на Воронежской земле в столице Черноземья отметили праздник Собора Воронежских Святых, а также второго обретения и перенесения мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского. Торжественные богослужения в Благовещенском кафедральном соборе возглавил митрополит Воронежский Лискинский Сергий в сослужении епископа Борисоглебского и Бутурлиновского Сергия. За праздничным архиерейским богослужением молились настоятельницы женских монастырей, преподаватели и студенты Воронежской духовной семинарии, прихожане собора и паломники, прибывшие прославить святых угодников Божиих. После божественной литургии митрополит Сергий возглавил соборное служение молебно о Воронежским святым и вознес молитву первому епископу Воронежскому, святителю Митрофану, ураке и его честных мощей. По завершении богослужения глава митрополия обратился ко всем со словом поздравления и призвал воздавать славу Богу за то, что Воронежская земля имеет великих молитвенников и заступников, а также подражать их праведной жизни. В тот же день в зале церковных собраний Кафедрального собора состоялся торжественный акт, посвященный Дню Собора Воронежских святых. Епископ Борисоглебский Бутурлиновский Сергий в своем слове призвал студентов местной семинарии не искать для себя зоны комфорта, но учиться находить радость в труде и служении, и не забывать об опасностях, которые таит современный мир. На людей светских, на молодежь светскую через искусство, кинематограф, театр, через развитие подражательства и через лжеценность духовного единства в самом церковном мире, а в отношении священнослужителей, особенно молодых священнослужителей, тех, кто только встает на пути служения церкви, на пути получения необходимого образования, кто на этом это поприще избрал подвигом своей жизни. Все время с разных сторон начнется предел назволенности, расширяется, если позволить экспансия, насмотрение идет на церковные устои, на церковный устав, убеждается молодежь в устарелости устава, в необходимости отходить от него, использует все силы к тому, чтобы разрушить состояние духовного напряжения, состояние духовной бодрости, в которой и священник обязан до последнего дыхания и своего пребывания. Глава Воронежской митрополии в духовном наседании студентам обратился к личности благоверного князя Александра Невского, чье 800-летие со дня рождения отмечается в этом году. Владыка подчеркнул важность такой фигуры для российского государства и непререкаемую роль князя Александра в нашей истории, в том числе и в советский период. Александр Невский, в общем-то, в такое жестокое абсолютно, так сказать, атеистическое время, как бы благословлял и оберегал свой народ. Без его памяти, без его народного, так сказать, почитания, невозможно было поднять дух русского человека. Поэтому и важна нам эта память. Такая справка об Александр Невском и о его эпохе. Это же так важно. Это вам нужно просто условить внутри и почувствовать, что это мое родное. Торжественный акт завершило выступление смешанного хора студентов Воронежской духовной семинарии под управлением Екатерины Чертовой. Субтитры создавал DimaTorzok